Оно болезненное. Хотя внешне, видите, девочка ходит нормально, красивая, все. А здесь? Меньше? Здесь есть? Вот этой боли не должно быть. Когда присутствует такая вот болезнь, то рядом проходящий туберкулезный больной кашлял, у них кто не заболел. А здесь уже готовность, застой. Ну вот. И как один из вариантов, если взять, начать стучать вот таким вот образом, что так будет, да? И вот мы стучим до той поры, пока болезнь не исчезнет. То есть это и диагностика, и лечение сразу? Получается, вот это уже и лечение началось. А почка не уйдет? Почка наоборот, если она все... Теперь смотрим ниже, здесь есть. И если почка немножко пониже здесь, тоже озвучена боли, то вы начинаете, когда ее проступили потихонечку, а содрогание, артерия или налез, а это сосуд, начинает ее подтягивать. И почка встает на свои исходные. И камень может. То есть вы дополнительно способствует тому, что она сама находит свое место там, в животе, где она должна находиться. А так как в такой позиции у нас кишечник ушел вниз, то почка более свободна и имеет возможность двигаться. И она... Подтягиваться. У кишки есть плечо, и она уходит на это плечо. И часто бывают вот такие выступления, и они выставляют органы тоже на свои исходные позиции. Здесь есть? Без помоги здесь. Все? Еще остается? Конечно. здесь вот ощущение просто по ощущениям что вы а вот чтобы эффект был еще выше используется вот уже такая машина и она нам обеспечивает более боль ушла дальше идем Дальше идем. Сегодня уже меньше кашлы. Сейчас мы все кашлы. Вот так шаг за шагом. Здесь, конечно, облегчение своей работы. Получается, и мышцы надеваются, и на сердце надеваются. То есть получается большая площадь. Видите, а за счет кашлы кашлы не допьет. А вот здесь прокрашка будет. И глубоко, более глубоко, да. Все. Теперь еще здесь. Поперем. Все. Теперь еще две стороны. Все. 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 Мы стучим до той поры, пока еще болезненность там нечленность. Александр Семенович, Вы мне вчера еще по области лопатки делали, а следы не сделали. Что-то какая-то именно в этом действие? Ну, дело в том, что там, где была деформация, моя задача была исправить деформацию в грудной клетке, но не проверить легкое. И когда мы выстукиваем деформацию, она более интенсивная, более сильная. А здесь здесь, она поверхностная. И все? Теперь здесь есть? А если там в лепке какое-то образование обладает, отвалится? Ребят, оно не отваливается. Отваливается там уже целая железка. К этому времени как отвалится, он уже синий ходится. И так его не положишь. Он уже боится этих положений. Ну вот. А так, за счет того, что улучшается микроциркуляция кровоснабжения, то очаг, по крайней мере, уменьшается. То ли это воспалительный процесс. А естественно, вот простучали, теперь подышать над содой. Человек подышал над содой, можно еще раз простучать. Снова дыхание. И вот так вот чередуя одно. А сода сразу дает ощелачивание крови. Кровь становится щелочной. И плюс еще, если там есть грековая инфекция, то сода является антагонистом. Если взять Симончини, он рекомендует заливать туда 20-процентную соду. Но мы с вами не способны это сделать, нет аппаратуры. И вообще мы далеки от всего этого. И вот этот процесс 20-процентной соды можно заменить дыханием над содой. Не обязательно там 20-процентной. Даже 10-процентной уже дает очень хороший результат. И когда вы дышите, вы должны дышать. И через нос тогда пазухи освобождаются от плесневых грибов. Тогда пазухи лобные. Пазухи, которые на лице, они освобождаются от плесени. И начинается иногда, когда подышали-подышали. Потом чих, а иногда идет зелень тоже выходит. Грибы начинают покидать наше тело. Мы создали условия. А если еще чуть-чуть эвкалипта добавить, еще лучше. Так что, если масло гвоздички и выдышки, то попадая в кровь, лямбли начинают тоже... Да, они же на присосках сидят. И вот через кровь уже, так сказать, они получают то, что... И вот здесь смотришь иногда и в какашках находим большое количество семечек. И вот таким образом мы с вами... Да и заодно, если муж там поддакивает, то посильнее, то посильнее, а на дальнем ему уже... Зачастую так бывает. Даже доплачивают. В бане тоже, собственно, да, вот это все. Ребят, это вообще, это прелесть. Вы представьте, в баню пришли, простучали друг друга, проскоблили. И, конечно, Наташ, вот я покажу просто на тебе, да? Бавный вариант, ладно? Вот если таким вот образом... Да. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok